В очередной раз Оренбургский муниципальный камерный хор под управлением почетного гражданина Оренбурга, профессора Ольги Серебриской, приезжает в Санкт-Петербург. Наш город очень любит этот хор, и каждое его появление на афишах нашего города, на афишах северной столицы, это событие. Я убежден в том, что на концерте, который состоится 22 июня в Большом зале Петербургской филармонии, где прозвучит выдающееся сочинение нашего современника, классика петербургской российской музыки Сергея Слонимского, будет не только аншлаг, но и будет действительно очень теплая атмосфера. Потому что впервые выступят два хора вместе, Оренбургский муниципальный камерный хор и концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, который, наверное, явился инициатором приглашения муниципального камерного хора в северную столицу. Это то удовольствие, те ощущения, которые привезут, те эмоции, которые привезут оренбуржцы в свой родной город, выступив на лучшей сцене Санкт-Петербурга, в зале дворянского собрания, в Большом зале Петербургской филармонии. Те впечатления, которые они привезут от выступления сегодня в одном из самых красивых, можно сказать, особняков дворцов Санкт-Петербурга, где находится Санкт-Петербургский государственный институт культуры, прямо на дворцовой набережной, где из окон видна Петропавловская крепость, видна широкая наша Нева. Это совершенно потрясающие особые эмоции. Я уверен, что во имя всего этого, конечно, следует не только нам, художникам, творить, и хористам выступать, и дирижерам дирижировать, и писать музыку, но и, конечно, всем, кто помогает в организации гастролей, находить те средства, те возможности для того, чтобы это состоялось. Это все время проходило, потому что хор – это такая история, мы все время обмениваемся каким-то опытом, мы все время должны вместе музицировать, мы должны все время доставлять людям радость. Мне, конечно, приятно, что целое отделение этот хор посвятил моему творчеству. Моим сочинением, причем я посмотрел по программе, эта музыка написана была мною от 1993 года, как, например, «Кенгуру». Это мое практически первое сочинение, одно из первых сочинений, и это музыка, которая до сих пор является моей визитной карточкой. Вот прошло уже почти 30 лет. И в то же время Оренбургский хор привез премьеру, привез сочинение, новое сочинение, написанное прямо в этом году, в 2018, к юбилею Андрея Вознесенского. Маленький триптих на стихе Вознесенского. Прозвучат и обработки моих песен, и обработки романсов петербургских, не только петербургских композиторов. Словом, как всегда, оренбургский хор поражает масштабом, и, конечно, я в этом всегда уверенно убеждаюсь в очередной раз, искренностью исполнения, мастерством, эмоциональной отдачей и прекрасным пониманием того, что они поют. И как такой мастер, как Ольга Станиславовна Серебрийская, как она лепит всю форму, как она очень тонко и изысканно составляет свои концертные программы, в которых находится место всем жанрам, от народной песни до шедевров русской духовной классики, русской духовной музыки. Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем концерт Ольгинбургского муниципального районного города. Да, у меня дружба связывает вас с этим коллективом, и мне очень приятно, что в втором отделении следующих концертов изучат сочинения, которые я написал в разные годы, от 1993-го до буквально недавнего сочинения 2018-го года. Открывает программу второго отделения фрагмент из концерта для честца из ночного форума стихи Анны Ахматовой «Последнее посвящение». Мадридат за бережевским пунктом профессор Ольга Серебриевна. Сердце, сердцем не прикольно, если хочешь, уходи. Много счастья уготворить тем, кто варит на пути. Я не плачу, и не жалуюсь, мне не счастливой, не кричать. Ветер строится, мой критер, смерть придет поцеловать. Ветер строится, мой критер, смерть придет поцеловать. Почему? 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 АПЛОДИСМЕНТЫ По заказу кадрового хоро-московской консерватории был написан в этом году цикл на стихе Андрея Вознесенцева. И вот первое исполнение в Санкт-Петербурге прозвучит сейчас маленький дриптих на стихе Андрея Вознесенцева. Горный монастырь, ты молилась, земля, и молитва. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Песня «Разбородили и севера» Пуску свободы без кричит нас Свет слава Бога природы и власть Света и горя родила и власть Песня «Разбородили и севера» Свет слава Бога ровным Песня «Разбородили и севера» А сырок моли Свет слава Бога ровный Свет слава Бога ровным Субтитры подогнал «Симон» 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 «Инга» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще один триптих, который был написан несколько ранее для Нижегородского муниципального камерного хора Нижнемного. Набоковский трептих «Тоска и тайна Феуслада. Восвящение незнакомки Фарика и Бога. Любимый и надефлеемый». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Звучит песня «Звучит песня» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Почему? Не можем пройти, народ требует. Вообще правильно сказала, у нас еще целое объявление. Чистый мудрый. Да. Молодец, мудрец. Молодец, мудрец. Молодец, мудрец. Молодец, мудрец. Молодец. 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 Молодец.